Почти три тысячи жителей Ненецкого округа не смогли уснуть в библионочь. Она объединила любителей книг и кино. Гостей и участников программы с шести вечера до полуночи ждали интеллектуальные игры, викторины и мастер-классы. Особое внимание книголюбов привлекла выставка «Старое фото» и киноаппаратуры по ту сторону кадра. Ребята, что вы такое делаете? А мы решаем квест. Ну, квест, что ли? К вопросам. И что, к вопросу, какие? Тут рядом с площадкой, ну, тут по станции надо искать там задания и искать ответы. Потом в конце дадут эти карточки, надо ставить слово. И если ставим слово, то пройдем квест. Дима Чупров со своими друзьями соревнуется в игре «Вперед, киноведы!». Уже третий год подряд он приходит на фестиваль книги самого открытия, как и сотни других ребятишек. Популярность этого мероприятия растет с каждым годом. В этом году, казалось, в стенах библиотеки людей больше, чем книг. Шести вечера до полуночи в распоряжении читателей библиотеки имени Печкова было три этажа развлечений и литературных приключений. Тихое гудение проектора фильмоскопа и яркий луч превращает белую простыню на стене в волшебный экран, на котором сменяют друг друга цветные картинки. Для самых маленьких на первом этаже был организован просмотр диафильмов. Такой диапроектор в советское время был почти в каждой семье. Сейчас это экзотика. Кстати, желающих посмотреть на неотъемлемую часть советского быта и культуры было очень много, как, впрочем, и на других площадках. Чтобы попасть от диафильма к кинофильму, нужно было пройти только один этаж. Все желающие приобретают билетики бесплатно. И на обратной стороне билетика у нас вопрос. Мы проверяем, как они знают советский фильм. А можно, да, прочитать, что там? Можно. Так, назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого. Да. С каких фильмов фразы? Ходят тут всякие, а потом ложки пропадают. Это девчата? Да. Мы, женщины, должны быть здесь на юге непоколебимы. Да, самое обаятельное. А, и привлекательное. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. В этом взяли. Бриллиантовая рука, да. Кроме киновикторины на втором и третьем этажах работала фотолаборатория. Мастер-классы, выставка «Панорама. Книжная карусель», выставка «Старые фото» и киноаппаратуры по ту сторону кадра. Впервые в этом году участниками всероссийской акции стали читатели не только главной библиотеки в столице округа, но и ее филиалов в населенных пунктах. «Андик», «Великовисточная», «Индига», «Искатели», «Каменка», «Коткино», «Красная», «Лабожская» и другие. Всего 17 сельских поселений. «Библия-ночь» стала центральным событием года российского кино.